Рассмотрим пример расчета КПД замкнутого цикла. КПД определяемого как в механике, как отношение полезной работы к затраченной. А пример рассмотрим очень простой. Изобарное расширение из точки 1 в точку 2, изохорный процесс 2-3 и изотермическое сжатие из точки 3 в точку 1. Полезная работа будет равна площади внутри графика цикла. А затраченная работа будет определяться всем теплом, полученным газом в течение всех этих трех процессов. Рассмотрим по отдельности каждый из процессов. В участке 1-2 тепло к 1-2 будет складываться из превращения внутренней энергии 1-2 и работы на дельта В. Внутренняя энергия будет возрастать, дельта О-1-2 положительно, поскольку температура газа возрастает. Работа будет положительна, просто поскольку газ расширяется. На участке вертикальном 2-3 работа будет равна нулю, поскольку у нас объем газа не меняется, дельта В-2-3 равно нулю. А изменение внутренней энергии отрицательно. Температура у понижается, внутренняя энергия уменьшается. Значит, на этом участке Ку-2-3 отрицательно. Газ отдаёт. На участке 3-1 оба слагаемых в первом законе термодинамики отрицательны. И дельта У, и работа. То есть газ тоже отдаёт тепло. Значит, КПД равно отношению площади внутри процесса. К количеству тепла Ку-1-2. Работа внутри процесса. График внутри процесса. Площадь графика от цикла. Это работа газа за один цикл. Эта работа газа определяется как разность площади под графиком П-1-2, из которой вы учтена площадь работы из драмического процесса. Расчёты видны здесь.